Друзья, привет! В эфире Headliner. Сегодня мы продолжаем углубляться в ТОН, в экосистему ТОНа, в ТОН Foundation и раскапывать интересные факты, интересные детали про эту замечательную экосистему, которая максимально быстро развивается. Со мной Антон Циварев, директор по развитию экосистемы ТОН из ТОН Foundation. Давай сегодня углубляться в ТОН. Во-первых, расскажи чуть о себе, что ты делаешь в ТОН Foundation, и дальше, я думаю, что мы уже пойдем по формату, куда идет ТОН Foundation сегодня. Да, в ТОН Foundation я отвечаю за развитие экосистемы. Если коротко, то можно сказать, что я отвечаю за то, чтобы в ТОНе становилось как можно больше успешных и популярных приложений, и мы над этим работаем в разных ипостасях, то есть начиная от того, что мы делаем какой-то тулинг, платформу для проектов, чтобы, может, было как можно проще было разрабатывать на ТОНе. И с другой стороны, мы отвечаем за различные инициативы для поддержки проектов, и вот одна из как раз таких инициатив — это Open League. Почему я здесь, почему в Петербурге у нас как раз-таки очень большой серия мероприятий в поддержку нашего хакатона на 2 миллиона долларов, это такой рекордный для нас. И здесь мы как раз-таки проводим такой мини-буткэмп в поддержку этого хакатона и общаемся с проектами, помогаем делать на ТОНе. И вот это как раз-таки тот пример, чем приходится заниматься, и DevRelations, и какой-то там и BizDev, и, в общем-то, все на свете. То есть ты многофункциональный боец. Да, мастер на все руки. Мастер на все руки. А давайте немножко раскроем тему Open League, хакатона и буткэмпа, потому что до тех пор, пока я не поездил в Москве и в Петербурге на буткэмпы, я вообще не понимал, что к чему. Хотелось бы немножко для зрителей объяснить, что есть что. То есть есть, грубо говоря, Open League, это как большой такой competition, в которой они борются там за 2 миллиона долларов в пул. На самом деле, история еще шире. История началась как бы в марте, мы запустили Open League. То есть Open League, это по факту цвет из нескольких компонентов. Один из этих компонентов, это такое открытое соревнование среди проектов. Мы награждаем проекты за лучший вклад в систему с точки зрения как бы adoption, увеличение количества аудитории и так далее, и так далее. То есть у нас есть лидерборды разные. То есть один из лидербордов, например, по приложениям. И мы смотрим на проекты, которые больше всего приводят аудиторию, активную аудиторию с точки зрения транзакций и так далее, и так далее. И мы выбираем самых лучших и награждаем их тоннами в большом количестве. Второй как бы лидерборд, это есть, допустим, токены. То есть мы смотрим на проекты, которые запускают свой токен, как они эффективно используются, привлекают трейдеров, аудиторию, как надеяться с смарт-контрактом и так далее. И в том числе распределяем там награды за это. Чтобы понимать наш масштаб, в рамках Open League с марта вот по текущий момент, это когда у нас получается, конец мая, да, то есть мы уже раздали более 45 миллионов долларов и пользователям, и проектам. Это за какой период? Это, ну, с начала марта, 4 марта мы начали, стартовали. С 4 марта по 1 июня. Да, да. То есть по факту это 3 месяца. Вы за 3 месяца раздали 45 миллионов долларов в тонну. И, понятно, там еще тонн растет, как бы все это связано. Но, в общем, то есть вот первая история, это мы проекты, которые лучше всего контрибьютят в экосистему, мы выдаем награды. Второй, как бы, компонент Open League, это так называемый LP Boost. То есть мы предоставляем награды для провайдеров ликвидности на DEX. Я пользователь проекта, и у меня есть там токены на руках, и я могу получать дополнительные награды от он фондейшна, если я предоставлю эти токены, залочу в DEX. Понятно, мне нужно, как бы, сделать пару, то есть у меня там должен быть с тоннкоином. Я предоставляю эту ликвидность и получаю большие награды, то есть там APY. Некоторого фарминга я могу достигать там тысячи процентов, то есть вообще какие-то бешеные там, типа, бенефиты для пользователей и так далее. Но это работает очень здорово, потому что если у меня тонны, и я хочу тоже поучаствовать в этом, я должен тоже где-то достать там токены проекта. И это такой позитивный демант происходит. Потому что нужно откупать. Да, да. И в итоге у тебя, с одной стороны, у тебя растет ценность этих токенов-проектов, с другой стороны, у тебя как бы растет ликвидность на DEX, и тем самым как бы у тебя больше объемов ты можешь прогонять, там торговлю происходить. Потому что часто бывает, ну, у тебя токены есть на бумаге, как бы, ну, там что-то стоит, а по факту ты, как бы, большую сумму ты не можешь там ни купить, ни продать без какого-то большого там прайса-импакта. В итоге у тебя повышается ценность токена. И тут мы переходим к третьему компоненту Open League. Это распределение токенов среди пользователей. То есть мы прям пушим проекты, чтобы они эффективнее использовали свои токены для привлечения аудитории. Потому что мы вот верим, что всякие там такие майнинг, механики, квесты, аэрдропы, на самом деле это очень хорошо работает, хорошо как бы привлекает аудиторию. Сейчас типа более такое идет на тоне, можно сказать, такой жетон-саммер. То есть жетоны — это у нас токены наши внутри системы. Уточню, типа жетон или джетон, да, он называется. Это по факту альткоины на блокчейне тона. Да, аналоги RC20. И мы как бы пушим проекты активно делать какие-то механики, с помощью которых они могут раздавать токены среди аудитории и привлекать новую аудиторию. Как это работает? То есть у тебя есть KPI-саммер-компетишн, где ты соревнуешься в связи с проектами за привлечение, ну, за аудиторию, там, за перформанс токена, и получаешь за это награды. Лучшие проекты, которые там в лидер-бурсе токенов, они получают вот эти LP-бусты, и тем самым еще дополнительно повышают эффективность всей своей, как бы, там, механики, продукты и так далее. В конце у тебя есть вот этот механики распределения токенов, где уже пользователи выиграют от этого. То есть они могут, ну, такой, да, я могу натапать, получить эти токены, но я могу не просто, типа, забыть или, там, продать и так далее. Я могу взять, кинуть туда дальше, там, да, фарминг и, типа, еще получить бенефит. И это как бы такой прям цикл начинает работать. Это как бы в общих словах, что такое Open League, да, то есть вот такая большая массивная поддержка проектов, пользователей и так далее. И, на самом деле, мы очень крутые результаты получили на данный момент. То есть у нас там TVL вырос, там, мне кажется, в 10 раз. То есть мы, когда начинали, у нас, наверное, мультирит там был, может, 50, ну, где-то так, 50 миллионов, что-то такое. Сейчас уже 330, и он, как бы, растет с каждым днем. Экспоненциальный рост мы видим, я надеюсь. И он еще продолжится долгое время. Мы видим, как бы, супер рост активности с точки зрения трейдеров, с точки зрения оборотов и с точки зрения пульской активности и так далее. Конечно, помимо этого еще происходит много разных вещей. У нас произошел листинг ноткоина, у нас там произошла история, как бы, запуск с USDT на Тони, да, где мы тоже, как бы, фарминг организовали на Dex. Это все, как бы, работает в комплексе и очень друг другу, ну, помогает друг другу. Очень крутые, как бы, результаты. Но сейчас наша задача стоит... Почему мы здесь? Наша задача стоит привлечь, как можно больше проектов, чтобы у них получилась возможность поучаствовать в этой лиге. Потому что мы стараемся сейчас активно привлекать разработчиков, в том числе из других чейнов и новых разработчиков, чтобы они во всей этой движухе участвовали. Потому что в конечном счете наша задача не просто, не знаю, награду раздать, и чтобы все были счастливы, а чтобы максимально раскачать экосистему, сделать такой буст, чтобы реально большое количество людей пришло, проектов и юзкейсов в экосистеме. Для этого мы запустили наш хакатон. Уже, наверное, два с половиной месяца он, по-моему, идет. Это большой онлайн-хакатон. То есть неприлично в смысле, что нужно на выходных за хакатон и так далее. Мы хотим, чтобы проекты были более качественные, поэтому мы решили делать два с половиной месяца. Мы как раз объявили, что призовой фонд 2 миллиона. Это суперрекордные деньги для нас. И в рамках этого уже есть буткемпы, где мы приезжаем. У нас, мне кажется, буткемпы проходят в 13 разных городах. В 12 странах. Да, в 12 странах. То есть мы по всему миру общаемся с разработчиками, помогаем им, чтобы они максимально эффективно и быстро сделали проект, чтобы участвовать в пункт-лиге и получить часть этого города. Я еще больше всего прям был удивлен. Это когда я узнал, что один из городов это столица Тайваня. А там суперактивная комьюнити. Серьезно? Да-да-да. Просто я не помню, с кем мы это обсуждали, с кем-то из комьюнити. И мы такие, типа, каким образом? Типа, как? Крипта, тон, Тайвань, что? Типа, как так? Это масштабно, это круто. Вопрос про аудиторию, да, наверное, было бы интересно затронуть. Вот если вы сейчас экстраполируетесь на мир, по факту у вас там города, из СНГ это Минск, Москва, Петербург. Возможно, кого-то забыл из таких СНГ-шных городов. Потом у нас идет, соответственно, Гонконг, Сеул и еще кто-то. Возможно, там меня поправят. Мы списочек вот здесь выставим. Какая стратегия у вас, как у Тона, сейчас в рамках экосистемы, развития не только в рамках СНГ, потому что мы знаем, что по факту, и даже вот мы с Алексеем, кто вот с нами сейчас тоже в гостях сидит, обсуждали, что самые топовые по факту криптоны это типа 99%, это типа русские ребята. Какая стратегия сейчас в остальной части мира? Если так простыми словами сказать, мы пытаемся сделать суперап в веб-3 сфере. И мы это делаем еще внутри Телеграма, где нужно как бы social фичи, где нужно понимать, как это все работает. Мы выделяем типа два основных региона, на которых мы прям фокусируемся, где мы видим самый большой выхлоп с точки этой стратегии, с точки зрения ребят, которые реально понимают, что и как делать, как делать веб-3 внутри Тона и Телеграма. И это как СНГ, и это Азия. Значит, СНГ это потому, что... В том числе тут довольно много разработчиков VK MiniApps. То есть это ребята, которые знают, как делать миниапы внутри ВК, как использовать по максимуму social участие. И в том числе, которые игры делали в ВК, там, помните, там, веселая ферма. Ну, конечно, много всего было. Я бы, кстати, вот в это бы сейчас поглубже бы зашел, потому что, насколько я знаю, что ты пришел в Tone Foundation из ВКонтакте. Я во ВКонтакте проработал 7 лет. Начинаю от того, что я отвечал за платформу для разработчиков, а в конце закончил тем, что отвечал за директором по развитию суперприложения ВКонтакте. В том числе, как бы, запускал платформу миниапов, то, что сейчас похожее есть в Телеграме. Можно сказать, сделал то же самое, только с Web2. А теперь мы работаем в Тоне, в Телеге, и делаем с Web3. Да, поэтому очень похожая история, очень много параллелей, которые мы видим, из такого, что прям в глаза бросается. Это во ВКонтакте был VKCoin, а тут есть NotCoin. Действительно, мы используем там Best Practice, которые у нас были. Возвращаясь к целевой аудитории, у нас есть СНГ, то есть, и в целом, как бы, очень сильные здесь билдеры Web3 и SMPCB, и плюс люди, да, понимают, вот как это все можно связать. И в целом, тут, как бы, Телеграм довольно сильно развит в СНГ, и все пользуются ботами. То есть, это было очень нативно для них, для разработчиков понять, а как это все можно использовать. А второй регион — это Азия, где, как бы, самый первый суперап был, это WeChat. WeChat, мини-программ, мини-геймс. Там, это вообще, как бы, вот так-то работает. Разработчики такие, а, вы делаете WeChat, но с Web3, погнали, типа, мы с вами. То есть, мы понимаем, что это будет, какая-то смесь и так далее. Поэтому мы считаем, что эти два, как бы, региона супер-таки стратегические. Понятно, что мы, как бы, и работаем, у нас есть там хабы и в Европе, и в Индии. Но, в целом, как бы, вот это самое важное. Премиальный криптоклуб-хедлайнеры. Факты. То, что год назад было идей, стало реальностью. К настоящему моменту в клубе больше ста резидентов. Это как новички в крипте, но которые сделали крутой результат в своих бизнесах, так и криптоэнтузиасты, кто сделал свой капитал только за счет крипты. Но каждый из нас разделяет одну большую идею. Разбогатеть не быстро, а разбогатеть навсегда. В идеале, конечно, каждому хочется быстро и навсегда, но, увы, так далеко не всегда бывает. Именно сейчас рынок крипты дает лучшие возможности для увеличения своего капитала, которые большинство просто не используют. Почему? Ну, потому что либо находится стоя одна причина, почему до сих пор не сделал, ну, например, не начал инвестировать по DCA, либо есть какой-то негативный опыт. Причем, как показывает практика, наличие того или иного свободного капитала вообще никак не влияет на принятие решений. Влияет только одно. Люди, окружение или иными словами среда, в которой ты находишься. Я в этом лично убедился на встрече наших резидентов в апреле в пустыне в Дубае, где мы не только устроили свой Burning Man, но и обсудили в кулуарах все ключевые тренды и нарративы в крипте. Такие встречи у клуба проходят раз в квартал в Москве или Дубае. Просто спросите любого из участников клуба. Это нетворкинг абсолютно другого уровня. Куда я приглашаю своих друзей, гостей подкастов и немедийных людей из мира крипты. По факту одна, всего одна такая встреча это возможность вырасти в инвестициях и объединиться с единомышленниками. Только за одно мероприятие. Потому что возможности всегда приходят только через людей. Следующая встреча клуба кстати пройдет в формате выхода в одну из московских акваторий на 10 возможно 15 вейкбуксировщиках катерах. К чему я? Внизу под этим видео есть ссылка на бота клуба Хедлайнер. И я приглашаю тебя буквально за 5-10 минут посмотреть куда мы инвестируем, что о нас говорят и что мы можем предложить именно тебе. Увидимся в боте и приятного просмотра. Правильно я понимаю из разряда фантазии и просто мысли потока Телеграм должен стать веб3-вичатом в том плане, что можно будет платить, заказывать что-то за Тон и какие-то услуги продукты и так далее. То есть в таком формате сейчас это двигается. И это идет стратегия Телеграма вместе с Тоном или это какая-то чья-то инициатива отдельная? Мне кажется это совместная история то есть совместно куда мы идем. Потому что с одной стороны Телеграму интересно развивать разработчиков интересно повышать ретеншн в своем приложении то есть развивать какие-то новые use case как-то люди могут использовать. Особенно это важно на рынках где Телеграм еще не так сильно развит с точки зрения проникновения и так далее. Вот они закрывают представляют новые use case они привлекают аудиторию она больше увлекается больше общается и так далее. Для нас для Тона это история про доступ к аудитории доступ к массу адопшену и про то как мы удобный инструмент в котором люди живут свою жизнь как они могут взаимодействовать с Web3 как бы в одно касание. Тут немножко такая необычная история если говорить про все суперапы то чаще всего они суперапы на своем локальном рынке очень сложно сделать суперап на глобале то есть WeChat он начинал с того что там было очень слабо развито финтех в Китае не было там Apple Pay вот этого всего там единственный вариант который не было терминалов в целом и они вообще зашли как бы на рынок с того что они начали делать такую систему где ты можешь принимать платежи через QR-коды и все и с помощью этого они начали e-com заводить все это и все пошло поехал основные как бы Yuskets представлены за счет локальных игроков прям суперсильных внутри Китая и если посмотреть там на все как бы суперапы которые есть они все вот так строят у нас немножко другая история мы стараемся на global в чем как бы блокчейн это супер помогает потому что нужно платежи проводить тебе нужно как бы legal и створить то есть операционка это очень много затрат ну финтеховская да а тебе как бы блокчейн это все это решается тебя то есть у тебя все на блокчейне у тебя как бы ты распределяешь там токены асеты наша уникальная особенность да вот то что реально с помощью блокчейна телеграм может выйти на global преодолеть то ограничение с которым сталкиваются ну условно да что я могу отправить типа тонны там за что-то в любую точку мира но вопрос а дальше что то есть если допустим мне нужно это перевести в фиат по факту это уже становится самая проблема проблема пользователя ну понятно что мы пытаемся как бы упростить насколько это можно то есть мы в том числе поэтому там работаем вот наше стратегическое партнерство там с тезером который в том числе у него довольно много там он рампа о фрампа партнеров где ты можешь за крипту за издти покупать какие-то товары и все там подобное благодаря таким партнерством то есть мы стараемся вот упростить вот этот вход как бы и он рампа и о фрампа сделать для пользователя чтобы это все у него в одно касание не было большого геморроя в этом плане я сегодня читал новость что пейпал объявили интеграцию на салане и что можно пейпал менять на типа пейпал юсд в один клик типа без комиссии переводить в блокчейн и обратно будет ли какая-то похожая интеграция с фиатной историей у вас в планах помимо тезера наверное у меня нет такого прям то что прям на горизонте там недели-двух там появится но это как бы глобально в целом вот про упрощение вот этого входа и выхода это на чем мы думаем здесь сейчас я думаю много таких вещей будет появиться до конца года мы будем ждать как мы стараемся упростить жизнь для пользователей чтобы вот реально платежи это вообще основной как бы юскейс 300 миллионов человек во всем мире как бы пользуются вот три нижемесячной основе но по факту большая часть это просто платежи и вот это платежи это где-то он выигрывает как бы телеграмм в удобстве потому что у всех есть кошелек если у тебя есть телеграмм у тебя есть кошелек я могу тебе спокойно отправить там юсдт и так далее или тон и там другие токены в одно касание и это прям суперудобно для аудитории мы в это направление будем дальше как бы копать бить да чтобы это было просто и выводить и выводить и дальше как бы и где-то платить у меня есть такая маленькая смешная история мне недавно звонили там два моих близких друга два одноклассника и спрашивали типа а как вывести типа ноткоины кто-то тапал не тапал я говорю ну вот смотри тебе нужно сделать кошелек зайди вот в этого бота вся история они сделали спрашивали ну типа зайди в бот он говорит блин а я походу не то тапал я тапал типа не ноткоин а хомяка я говорю ну типа не расстраивайся через контакт и отправил каждому по два тона. Они такие, типа, в смысле? Говорят, ты мне в сообщениях денег скинул? Я говорю, ну да, типа, вот у тебя мотивация будет не прошляпить следующий какой-нибудь проект. Если говорить про кошелек, сейчас, насколько известно, это все-таки кастодиальный кошелек. И насколько правильным было решение делать именно такой формат, учитывая, что есть некастодиальные кошельки, типа ToneKeeper, ToneHub и MyToneWallet, это раз. А два, это уже то, как бы, чем славится Паша Дуров. Он же за анонимность, за нераскрытие информации, за вот эту вот приватность. И все-таки мы приходим к тому, что, типа, по факту Wallet в Telegram, это немножко, типа, биржевой кошелек. Да, тут, наверное, стоит посмотреть на эту историю с нескольких сторон. То есть одна история, что мы... Сам, как бы, вся вот идея, опять же, там, Tone, да, вот про MassAdoption, но чтобы достичь MassAdoption, это нужно прям сильно упростить флоу для пользователя, да. Чтобы это было веб-3 не для гиков, а для обычных людей, блокчейн, максималистский подход, он не всегда работает, да. То есть тебе прям нужно где-то упрощать, где-то срезать углы, и где-то поэтому у нас там внутри Telegram есть кошелек, который просто идеальный, да. Зато, как бы, удобно, ты можешь там и токены переводить, да, в одно касание без взаимодействия с блокчейном и так далее. Это, как бы, преимущество. Ну, то есть это такой компромиссный подход. Да, тебе при этом мы... Мне нравится вообще в Тоне, что мы творим историю, то есть мы... Никто, как бы, никогда еще не пытался на такую, на большую аудиторию сделать какой-то веб-3 продукт, при этом есть, как бы, регуляторика в разных странах и так далее, которые тоже нужно взаимодействовать, иначе добан будет недалеко. Поэтому, как бы, приходится, конечно, соответствовать регуляторике, получать, там, лицензии и так далее, и так далее, в том числе, там, делать KIC-решения. При этом, как бы, внутри Вольта есть еще селф-касторио, как бы, решение. Тонспейс по максимуму там взаимодействуешь, там, с блокчейном, все, лончейн и так далее, и так далее. Будут ли тут изменения, как бы, чтобы сделать это более децентрализованно, ну, как-то более отказаться от констидиальной части? Возможно. Будем, как бы, смотреть, как бы, как там дальше идет. Но конкретно, как бы, в моменте это было очень хорошее решение, потому что вот реально с помощью этого можно познакомить, как бы... Очень сильно упростил онбординг. Да. Нужно теперь будет думать, а как сделать так, чтобы это было, типа, не в ущерб, да, там, приватности? Ну, с другой стороны, у людей есть выбор. Да, да. То есть, если так посмотреть с другого угла, да, если мы рассуждаем, что у нас, лично у меня есть возможность, там, Тонхаб, Тонкипер, MyToneWallet и все остальное, есть там OKX, Web3Wallet в том числе, есть, как бы, упрощенная история с TelegramWallet. То есть, по факту, все же пользуются биржами, все же проходят KYC. Я вот больше смотрю на эту историю как бы с Валетом, как первое касание для аудитории, которая еще не работала ни разу с Web3. То есть, им, в принципе, это как бы по барабану, ну, то есть, типа, OK, KYC пройти. А какой сейчас вообще use case для пользователя сейчас, который включил кошелек? Ну, это, наверное, зависит от того, почему он включил кошелек. То есть, если он, там, познакомится с NotCoin, ему по этой причине, как бы, познакомится с, как бы, с кошельком. Тогда надо сказать спасибо NotCoin, ребят. Да. То есть, это, как бы, там, основной эскиз, ну, как бы, они получили, натапали, там, NotCoin, получили его, пошли, там, поторговали, там, продали, там, купили, или докупили еще. То есть, это, как бы, у них, там, типа, трейдинг. Если это аудитория, которая, как бы, заанбордилась за то, что им, как бы, перевели деньги, они такие, вау, круто. Я, что, получается, могу сейчас тут спокойно перевозить, там, деньги между своими, там, друзьями, даже мы в разных странах, в разных городах и так далее, удобно. И это, как бы, у них, там, будут платежи. Ну, и третий вариант, то есть, чаще всего, почему сейчас, как бы, наверное, получают кошелек? Я думаю, что вообще вся история, как бы, да, опять же, там, Тона, это про меня, внутри Телеграма. Типа, очень много GameFi, очень много, ну, в том числе, EdeFi, то есть, везде там требуется, чтобы все было, ассеты хранить на своей стороне, да, то есть, тебе нужно подключить кошелек. И это, как бы, еще третья история, что вот use case, которые представляются самой экосистемой. Примерно это так выглядит. Я думаю, что мы будем еще, там, дальше, как бы, вот эта история, там, с кошелеками развиваться. Но, да, это, как бы, выбор, это такое первое касание. И по факту, как бы, если ты уже погрузился, и ты понял, и тебе, допустим, нужен полностью неконстративный кошелек, иди, там, в TuneKeeper, TuneHub, MyTuneWallet и так далее, и погнали. Кошелек внутри вольта можно использовать как операционный, так, для... Турцам перевести, да, 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 вот для таких, как бы, из кейсов. Потому что это тоже, как бы, не очень хорошо, когда все деньги у тебя в одном кошельке. Не безопасно, не по-криптонски. Но мы напоминаем, что если вы хотите лутать дропы и получать на возрождение за активность, и нужно иметь кошелек либо TuneKeeper, либо TuneHub, либо MyTuneWallet. Нативный кошелек Телеграма не подходит просто потому что, ну, просто потому что... Не, ну, он подходит. Но сейчас в рамках NotCoina, да, но, насколько я знаю, вот у меня ребята закидывали знакомые в какой-то то ли Pool, то ли Private Sale денег, и им обратно рефанд в кошелек Tone, ну, в смысле, на кошелек Телеграма не пришел. Это, наверное, была проблема, мне кажется, с DDoS? Пресейл, да, пресейл. А, пресейл это был? Да. Ладно, окей. То есть, когда ты, допустим, на Солане, если ты кидаешь пресейл, участвуешь в этом фоер-лоунче мемкоинов, тебе, если ты там не прошел по софткапе или хардкапе, тебе могут сделать рефанд автоматически. А здесь у них так не получилось сделать. То есть, они отправили там тоны в пустоту, потому что у них кастодиальный кошелек. Все, я понял, они не с того кошелька отправили. Да, 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 да. То есть, да, там просто, ну, как бы в кошельке есть Tone Space, и ты с него можешь отправить все нормально, как Tone Keeper и так далее. Это интересный кейс, надо... Да, это поэтому мы предупреждаем наших зрителей. 2,3 миллиона уникальных зрителей в месяц, 70% из которых это мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. Вот что такое хедлайнеры сегодня. И если ты видишь это видео, то тебе повезло. Это значит, что сейчас доступно буквально несколько рекламных слотов, которые мы с командой решили выделить для внешних рекламных интеграций. И ты можешь забрать один из них. Если у тебя есть продукт, о котором ты хочешь рассказать нашей аудитории, в описании к этому видео есть ссылка. Переходи, заполняй форму, и наша команда подберет для тебя такой формат интеграции, который отвечает именно твоим целям и задачам. Не упусти такое возможно. Приятного просмотра. Слушай, а давай пройдемся в сторону, чего ждать от Tone Foundation в перспективе года. Какие у вас цели, к чему стремитесь на вот этой дистанции? Лучше, наверное, начать с того, что... А куда мы вообще идем? Повторюсь, да, то есть мы про масс-адопшн, про то, как заанбордить веб-2 аудитории, веб-3. И у нас есть цель дойти до 500 миллионов пользователей за 5 лет. Ты только что буквально 5 минут сказал, что у нас типа 300 миллионов веб-3 всего. Да. Чтобы добежать до этой точки, нужно будет работать не с существующим веб-3 рынком, да, не с существующей аудиторией, а именно думать о том, как привести новую аудиторию и вообще объяснить, а зачем нужен блокчейн, зачем нужен веб-3. Это такая большая простудистская работа для нас всех. Мы как бы в первую очередь там вот думаем про Телеграм как источник трафика, источник этой аудитории. Вот если говорить на горизонте там года, наверное, просто два года мы работали над тем, чтобы раскачать инфраструктуру, чтобы создать первые юз-кейсы, которые будут служить там своего рода proof of concept, что вообще вот история связка Телеграм-тон, мини-апы, она работает, что вообще реально действительно делать такие масштабные проекты на большую аудиторию. В январе этого года вот все это начало давать плоды, в том числе показать, например, как бы NotCoin, который достиг аудитории, у них было 35 миллионов пользователей. И это, как бы, очень круто для Web3, да, то есть не так много проектов, у которых там столько, типа, такой аудитории, такой короткий срок, и NotCoin один, но в топе по количеству холдеров среди всех, как бы, токенов во всех экосистемах. А при этом уже вот на днях вот вышел пост там в Tone Community о том, что вот следующий, как бы, проект это Hamster Combat, у которого уже они достигли 60 миллионов пользователей. Проводя параллель, как бы, с нашим опытом во ВКонтакте, то есть мы прямо уверены, то есть это будет все больше, с каждым месяцем будет появляться все больше и больше проектов, и они будут бить рекорды по аудитории, и это все будет происходить. Это вот по факту, как бы, плоды, как бы, вот, нужно было только сделать один proof of concept, что это реально, и все, разработчики, они схватили, как бы, эту идею и теперь будут ее развивать. Причем, как бы, кликеры, это, как бы, окей, тоже там сезонность, будет потом множество разных других механик, реальных, социальных, где, как бы, люди будут взаимодействовать. Я представляю зомби-ферму, как бы, где будут строиться типа эти фермы, где ты будешь за всякие локальные крипто, типа, откупать. Ну, по факту же, типа, когда мы играли же раньше, там, в 2007 году, в 2008-2009, вот в эти все игры в том же ВКонтакте, там же была же внутренняя валюта, которую мы донатили и откупали там какие-то цветочки. По факту это сейчас новое старое. Ну да, есть такая цикличность, да, в этом, что мы немножко переиспользуем старый подход, но нужно с новыми технологиями, с новым там видением и так далее. Мне кажется, вот наши точки в 500 миллионах пользователей, мы, видимо, достигнем раньше, чем через 5 лет. Возможно, там, через год или через два. Вот мы уже близко. Сколько сейчас вот реального... А сколько аудитории? Да. Тут важный момент, что мы считаем вот внутри, когда мы говорим про 500 миллионов, мы говорим и про on-chain, и off-chain. Почему как бы про off-chain? Да, потому что есть люди, которые касаются к системе, ну, то есть, отправили там USDT в валюты в кастодиально. Мы тоже как бы считаем, что это как бы пользователь к системе касается. Да, потому что, в принципе, это ему, как бы, on-chain, в принципе, без разницы. Ну, как бы, как бы, тонны там USDT перевести, и уже, как бы, здорово. Типа, кейсы закрыли. Я могу сейчас, как бы, ошибаться. Я помню, что мы готовили такую цифру во время Гонконга. У нас там был день тона в рамках Web3 фестиваля. Мне кажется, там было что-то около 50-80 миллионов. Потому что мы такую, как бы, цифру говорили. Мы посмотрели, сколько там, как бы, есть в валите. Мы посмотрели, сколько есть в различных, как бы, системных приложениях и так далее. Ну, примерно где-то так. Это worldwide история. Да, да. Но мне кажется, уже сейчас, особенно сейчас, как бы, когда все там случится, там, с Хамстером и так далее, то есть там уже, где-то к 100 мы уже, как бы, подходим. Ну, учитывая, что это, по факту, условно, 5x в аудитории за 5 лет, вполне себе реально, учитывая, что у нас только капитализация рынка, там, около 3 триллионов, она должна, как бы, быть сильно выше. Поэтому, как бы, мы, да, вот, супер растем. Жду, что много таких будет кейсов, много сейчас будет рекордов по аудитории. При этом, если мы говорим, там, про тренды, да, а что вообще, как бы, летит на тоне, вот, что сейчас активно развивается. Это, в первую очередь, геймфай, то есть, как эффективный инструмент вот онбординга аудитории. При этом, может быть, вот, можно сказать, что, как бы, ноуткоин, он такой, как бы, геймфай. Ну, то есть, на стыке, там, социал фай, геймфай. Аудитория, которая приходит через такие проекты, она, вот, делает первое касание с Web3, даже, как бы, если, ну, если мы, там, говорим про новую аудиторию, да, она, и она потихоньку потом начинает погружаться в другие аспекты. Я, там, натапал notcoin. Это, вроде, такое, proof of work получилось, да, то есть, как биткоин. Реально, можно было тапать. Потратил энергию. Да, потратил энергию, получил за это какие-то вознаграждения, а потом мне пришли, как бы, токены. А потом я понимаю, окей, я пойду сейчас сделаю там трейдинг. А потом я, допустим, могу в фарминг пойти. А потом я получу тоны, и хочу, чтобы они не сгорели, я хочу там в стейкинг получить. Но все равно же получается, вот, если вот даже сейчас просто порассуждать, все равно же получается, что Web3 на данный момент это только про приумножение стоимости или какой-то value, либо про трафик. Notcoin, почему получился такой уникальный сам по себе, и почему, ну, как бы, это гениальный проект. Взяли механику старой игры в печеньку, например, которую, ну, там, минимально как-то, без прокачки, потому что печеньку можно было качать. Эту, по-моему, в Notcoin нельзя было качать. В Hamster Combat они, наверное, сделали прокачку с карточками. Взяли механику, которую, типа, раньше мы просто там, да, на четвертом айфоне просто там тапали и смотрели, как у нас сбилось. Взяли механику, привели кучу людей. Что с этими людьми делать? Продавать рекламу. То есть, типа, ребята в Notcoin очень грамотно продавали слоты за вот эти ноты. Да, за задание. За задание. То есть, и получается, что у нас это просто, ну, типа, рекламный рынок. Да, такой лидогенератор, который прям дал бусты всем. Это гениально, я считаю. Типа, ребята там Сергей и Саша очень круто придумали, но возвращаясь к проблеме, да, как бы с текущего момента, типа, а что у нас остается в App3, кроме, типа, трафика и value стоимости токенов? Потому что, по факту, по итогу трафик-то дороже, ну, типа, в ценности выходит, потому что, опять же, тебе нужны юзеры. И от этого мы переходим к тому, что, типа, что между вот этой стоимостью и трафиком, типа, какой продукт должен быть здесь, чтобы я им пользовался каждый день. То есть, я в целом, как бы, если мы говорим про Notcoin, в частности, то есть, у ребят сейчас начинается там новая фаза, они будут... Ладно, я не буду инсайд давать. Я примерно знаю, что там что-то, типа, около этого. Не Fairlanche, а забыл, как слово называется. Launchpad или Launchpad? Launchpad, вот. XTone еще делал Launchpad, и Марк Кохман, кстати, тоже. XTone Foundation, мой еще хороший друг, краски ушел делать свой Launchpad, вроде как, да, билдит. Привет, привет, передаем. Да, вроде как слышал, что Notcoin будет делать Launchpad. По факту тоже привлечение трафика в проекты. Да, и понятно, что у них есть большая аудитория, там есть еще CommunityBot, как удобный инструмент такой, лид-генерации для проектов. И они много там будут этого развивать, то есть, чтобы люди, выполняя какие-то механики, получали какие-то вознаграждения, и при этом максимально такой healthy, sustainable была история и для проектов, и для пользователей. При этом эта аудитория познакомилась с кошельком, она познакомилась с тем, что, окей, есть Patton, есть USDT в том числе, можно с этим что-то делать и так далее. И сейчас, как бы, начинается такой путь. Мы решили, там, проблему курицы и яйца. То есть, что первее должно быть, там, продукт классный или аудитория, да, или там, какие-то объемы, которые, значит, этим всем пользуются. То есть, все, у нас есть, как бы, аудитория, она, там, еще развивать по-разному, как бы, проектам и так далее. И теперь, как бы, задача этого проекта с тем, чтобы максимально утилизировать эту аудиторию. В противном случае, знаешь, может быть такая ситуация, в которой, наверное, сталкиваются другие системы. Когда у тебя, вроде бы, продукт есть, но тебе настолько сложно привлекать новую аудиторию, то есть, там, как бы, кост, типа, суперконский, и у тебя... Если у тебя тысяча человек, ты такой, вау, круто, я вообще успешный проект. Тут мы, как бы, в тоне оперируем, там, миллионами пользователей. Ты знаешь, инфляция произошла, мне нравится. Еще там миллион до этого... Инфляция пользователей? Да, да, да. Ну, типа, до этого, типа, миллион пользователей у проекта, мы такие, вау, круто. Сейчас такие миллион, ну, ну, да, миллион, ну, типа... А вот миллион в день? Это очень здорово, как бы, происходит, как бы, мне нравится. Я, например, уверен, что через пару месяцев, типа, сто миллионов пользователей, ну, типа, окей. Соответственно, вот, сейчас, наверное, вернемся на первоначальный вопрос, да, про то, что какие тренды будут на тоне. Вот один из них, это, как бы, есть GameFi, как инструмент такого анбординга аудитории. Во-вторых, как бы, есть DeFi. Это мы, как бы, понятно, мы про Web3, про ликвидность, про то, какая доходность может быть у аудитории. И здесь, на самом деле, тоже, как бы, интересно происходит. То есть сейчас очень большой приток ликвидности в экосистему, то, что мы там добежали до 330 миллионов TVL-я, это, как бы, здорово, и там, я думаю, что рост продолжится. Но так или иначе, сейчас часть этого, как бы, ликвидности... Она расплывчатая. Да, она даже, может быть, не то, что расплывчатая, она, как бы, обусловлена тем, что, как бы, Том Фондейшн в том числе выдает награды пользователям в рамках Open League. У нас есть, там, фарминг Тона и USDT на DEX, да, в пулах. То есть там, как бы, API, там, очень, там, большой, там, 100, может, даже на 200 процентов там бывает, там, супер, там, большой API, как бы, люди приносят ликвидность, все хорошо растет. То есть мы тем самым повышаем, как бы, adoption людей в USDT, то есть они понимают, что это, как это приводит к ликвидности и так далее. Так или иначе, мы должны выйти на такое sustainable состояние, когда... Пользователь понимает, что он может взять. Да. И плюс, как бы, тут еще момент, что так или иначе, как бы, вот эти, как бы, вот наград, которые мы выдаем, то есть мы же не будем бесконечно, да, мы же не будем там сейчас весь экосемный, как бы, фонд там раздали, да. Но мы за счет этого, типа, делаем такой boost, инжекцию ликвидности. И сейчас очень крутое время для DeFi запускать новые продукты, потому что потом произойдет то, что, как бы, эти люди будут думать, окей, а куда мне дальше навести ликвидность? И либо, там, выводить, там, из их системы, либо идти в DeFi продукт, который есть на Тоне, не знаю, StormTrade, там, еще что-нибудь, и в лендинговые протоколы. И они будут, как бы, перекладывать. И задача будет у DeFi проектов составлять ведерко. Вот они, как бы, люди есть, вот ликвидности есть. Как этот его волк... Да, 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 да. Вот сейчас будут задачи у DeFi, то есть мы подготовили суперпочву, теперь нужно вот ростки DeFi сделать. Но вот если резюмировать, получается, что Tone Foundation, по факту Telegram в том числе, платит из своего кармана разработчикам в Open League, в Hackathon, в Bootcamp, платит пользователям для предоставления ликвидности. Это все делается, ну, как бы, из своего кармана, грубо говоря. Да, но я бы, наверное, сказал, что, знаешь, это такой, как бы, инъекция ликвидности. То есть нужно просто раскрутить вот это колесо, да, когда у тебя есть проекты, когда... То есть сейчас вообще, что происходит, там, типа, есть такая большая фома у инвесторов. Какой проект на Tone находить, я хочу, как бы, найти там следующий Notcoin. Нам совсем чуть-чуть там не хватает, чтобы вот это колесо проекта, аудитория, инвесторы и, там, выручка в целом, вот оно, как бы, само крутилось. И это мы просто даем, как бы, импульс, и все. И после этого... Само потом подхватывается. Да, да, да. Просто нужно дать вот этот, как бы, буст, чтобы это все случилось. Мы, как бы, в конечном счете должны прийти вот такой устойчивой экономики для проектов, для пользователей. Но это все будет. Это просто нужно в это время сейчас настояться. И заканчиваю, как бы, историю, как бы, с юскейсами и трендами. Есть, конечно, платежи. То есть запуск стеблкойна на Tone. Это очень важное событие с точки зрения адопшена. Ну, как люди могут передавать деньги друг другу, потому что основной, как бы, юскейс, да, существующие там крипты, это платежи. Мы верим, что благодаря тому, что, как бы, очень удобно передавать USDT на Tone, очень много будет различных механик связанных, не знаю, разделить чек. И до этого можно было Tone передавать. Но, как бы, окей, ты поужинал, и потом тебе нужно подумать, а какой сейчас курс Tone, посчитать. Ну, это, как бы, очень субраблистично, и что-то волатильность так или иначе там присутствует. Со стеблконом все проще. Я думаю, что вот около платежной, около вот кейса, связанных там, вот именно в реальной жизни, это то, что будет привлекать новую аудиторию, в том числе. И это то, как бы, большое, как бы, направление будет в целом для экосистемы. Ну, и последнее, это мемкоины. То, что происходит, как бы, с этим циклом. Это то, что все любят. Да, то, что все любят. Я, конечно, может быть, человек, который уже, как бы, окей, как бы, уже давно в Web3, понимаю, что это, с одной стороны, ну, это казино, с другой стороны, как бы, фан. То есть все понимают, что это фантики. Все понимают, что это, на самом деле, как бы, функция от какого-то, от внимания сообщества, да. То есть чем больше внимания, тебе больше, там, как бы, стоимость, там, ценности этих токенов и так далее. Ну, по факту, опять же, это трафик, ликвидность, рост цены, размин, ну, в общем, да. Протон многие люди узнали благодаря мемкоинам, особенно в Азии, в Европе. А, серьезно? Да, это было вообще такое удивление. А каким именно? Сейчас думаю, что это будет эндорсмент. Ничего страшного, мы запикаем, возможно, либо вырежем, но какие реально вот мемкоины привели трафика в экосистему? Два самых популярных, наверное, как бы, мемкоины, которые чаще всего я слышу от людей, там, с разных уголков планеты, это Фиш и Реда. Я не слышал таких. Это очень-то популярно, и, как бы, особенно, ну, они популярны за пределами, наверное, СНГ-комьюнити, то есть они очень популярны в Азии, они очень популярны в Европе, в том числе, там, у нас был, это, митап в Лондоне, и там много людей, как бы, пришло, мы говорим, мы там за Реда, вот это все. А еще плюс у нас был, недавно была в Лиссабоне конференция. Конференция по мемкоину? Да-да-да. У нас был, представитель, Астон Павел, там тоже рассказывал. Нам 100% нужно туда. Я даже знаю, кого позвать. Это прям, я сам, как бы, жалею, что не смог поехать, но, как бы, в одно время, там, с буткампа проходил где-то. Ну, обязательно, когда будет новый, надо... Я говорю, я найду ребят, кто у нас шарит за мемкоины, прям целую команду ребят, кто очень аналитику делает, можно привезти, это будет суперинтересно. Да, это, кажется, вообще, как бы, большая, там, космос-история. И люди узнают про экосистему благодаря мемкоинам, это раз. Во-вторых, люди погружаются в DeFi, да, в активный трейдинг, предоставляют ликвидность благодаря мемкоину. То есть они смотрят, окей, как там торговать, как там, значит, где, в том числе, фарминг зайти и все тому подобное, и как-то получаются в фэр-лоунчах и так далее. При этом, конечно, мы, как бы, держим в уме, что не все люди понимают, что это фан. Особенно, как бы, для нас тоже, как бы, важный момент, от которого мы должны работать. То есть если мы говорим про то, что мы приводим новую аудиторию в веб-3, нужно думать о том, чтобы это действительно был фэр-лоунч. Как можно больше, как бы, инструментов, которые могут защитить пользователей, которые, например, там, скама, пуф и так далее. Это большая, кажется, для нас миссия для всего, как бы, в веб-3, как бы, подумать, как это сделать максимально безопасно и френдли для аудитории. Понятно, как бы, там, do your own research и все тому подобное, но когда ты приводишь там новую аудиторию из веб-2, тебе нужно все-таки так... Очень много видел тех же шорцев, сторисов, где банально люди, там, работницы аптеки, выдавая лекарства, правой рукой тапает хомяка. Мы вставим этот кусок видео, но, то есть, это, типа, у нас... Ну, как бы, ты такой думаешь, ну, нифига себе, типа, насколько сейчас огромное проникновение этого всего. Есть такое, есть. И это, конечно, раздолье, да, вот, для всяких, там, скампроектов и все тому подобное. Кстати, про хомяка мне тоже было забавно. Я, когда был на прошлой неделе в Москве, иду в, значит, в переходе, и вижу, там, тоже человек стоит, просто, там, что-то, там, разговаривает с кем-то и тапает этого хомяка. Это, конечно, космос. Но мне нравится, на самом деле, история, как бы, с NotCoin в этом плане, да, то есть, ребята, как бы, на старте обещают вообще, типа, nothing, вообще, как бы, ничего не стоит. И ничего не будет. Да, ничего не будет. И, ну, это звучит здорово. Нет никаких ложных обещаний, и это звучит довольно... По-панковски. Да, да. И это, как бы, очень прикольно. Вот именно такие, как бы, из-кейсы, когда мы говорим, что... То есть, NotCoin, по факту, такой проститический проект, который, может быть, ну, как бы, пользователь, как бы, какой-то фан получит. Помимо фана, что-то еще получит, но в целом это будет вот проект. Давай вернемся к MemCoin. Именно про СНГшные. У нас, насколько вот мы с тобой, да, перекинулись пару слов. Есть там условные топы, которые, типа, были популярны в рамках вот этого мем-цикла небольшого. Это там условный Дурев, это была Какаха, которая запускала, по-моему, Романович, если я не ошибаюсь. И сейчас запустили новую пирамиду, да, типа МММ в виде нарисованного очень смешного Сергеем Аброди. Как ты думаешь, насколько вот такой формат будет влиять, как бы, да, на тон экосистемы у тебя положительной или нет? Потому что, да, вот я сейчас читаю, у меня есть заметка, что именно сегодня у нас вышла реклама, где они повторили вот эту легендарную рекламу МММ с Пашей Техником. Вот мы тоже, возможно, кусочек ставим. И они собрали в результате 700 тысяч долларов на пресейле за 20 минут. Какой, возможно, какой-то фон вы ожидаете от, ну, типа, для экосистемы? Или же это оно в своей жизни живет, как бы, и ничего с этим не сделать? Облачение у нас децентрализованное, нет какого-то вайт-листинга разработчиков и так далее. То есть, ну, как бы, что-то делают, что-то запускают. Я даже там про некоторые мем-коинты, как бы, и не слышал. И особо, как бы, там, не погружаюсь, там, что и как происходит. Наверное, как бы, какое-то дает влияние. Ну, то есть, вот мы вначале поговорили, да, что это приводит много, как бы, аудитория, в том числе, погружается в DeFi. С другой стороны, то есть, это реально такое раздолье для недобросовестных разработчиков. А может быть, даже недобросовестные, но просто не умеют, как бы, в токеномику и, как бы, управление, там, ожиданиями и цены и так далее. И это, в том числе, негативный такой фонд создает, как бы, для всех. Ну, с другой стороны, как бы, как юзеру, это же можно легко обучиться DeFi в целом. Да, малой кровью погрузиться. Если что, это, типа, не инвест-рекомендации. Все, что мы озвучили, пожалуйста, не заносите никуда свои деньги. Если вы хотите научиться, там, на 100 долларов можете попробовать, потестить, и, возможно, что-то получится, но ни в коем случае, типа, не закидывайте, там, последние деньги вообще, ну, типа, 10 раз подумайте, перед чем это сделать. Потому что я, когда, вот, там, если скажу, наверное, какой у меня был опыт, полтора года назад, наверное, зима, когда, вот, был блокчейн Live, первый дубайский, я вернулся в Москву и думаю, ну, сейчас я буду, этот, пробовать себя в DeFi. Я тогда, там, на блокчейне выиграл, там, нефтишку за 500 баксов, я, там, на бинбичейне ее, типа, скинул, потом, читая какие-то каналы, о, там, какая-то, там, Виктория пишет, типа, что, вот, надо вот сюда заходить, залетаешь на всю котлету, ты, там, закидываешь, как бы, да, покупаешь, а продать не можешь. Ты смотришь просто вот такими слезами, да, где у тебя палка вот такая вверх, а продать ты не можешь, а просто потому, что это хэнни-пот. Своей кровью я, там, вот, на таких проектах в разных направлениях, там, послевал депы, там, от 500 до 1000 долларов. Это были хэнни-поты, когда ты просто какую-то шляпу покупаешь на хаях, она у тебя обновляется, или же ты просто не соблюдаешь, ну, money management. Вот, кстати, поделюсь правилом, если, там, захожу в какой-то мемкоин или вообще в целом какой-то коин, всегда на двух-трех эксах забираю тело, жду, как бы, когда меня будут устраивать. Да, если там оно еще раз выросло на тело, забираю еще одно тело и фиксирую столько именно телами инвестиций. Именно вот такая железобетонная стратегия помогает, во-первых, не ловить фома и дисциплинировать себя для того, чтобы ты мог перекладывать из актива в актив и просто множить свой капитал. Да, это очень крутая история. Действительно, как бы, нужно прям иметь холодную голову, когда ты со всем этим работаешь, не испытывать там, что прям супербольших эмоций, потому что как выросло, так и упало, и с этим надо работать. И надо быть просто к этому готовым, быть, что это просто так устроено на данный момент. Знаешь, я вот еще просто хотел поговорить про мемкоины. Почему, как бы, я вижу, что это будет таким большим таким трендом внутри экосистемы? Потому что, вот, на мой взгляд, мемкоины строятся на сообществе, да, насколько, как бы, говорят про мемкоин, да, то есть насколько там много людей вовлекается и так далее. Есть, как бы, две площадки. Есть там Twitter, а есть Telegram. Но в Твиттере это все-таки не совсем про сообщество, это больше про такое общение, да, по каким-то темам там, ну, там, с QL и так далее. А вот Telegram, это прям очень большая история, как бы, для мемкоинов, что может дать, да, потому что у тебя есть тут каналы, у тебя есть чаты, у тебя есть тут сообщество и так далее. И как раз таки, я думаю, что очень много появится новых инструментов, которые позволят тебе в два клика запускать там мемкоин внутри, там, Telegram, а сразу там раздать там активным участникам этого сообщества и так далее. Когда вот это произойдет упрощение, мы ждем новый итог мемкоинов в системе. Telegram это такой, как бы, дом для мемкоинов. Ну, это прям тренд и нарратив. Да, да. Ну, вот, хочется подвести небольшой итог в целом о том, что рынок мемкоинов там в Америке, в Твиттере и у нас в СНГ это совершенно разные, типа, ультраполярные рынки. Потому что банально, когда там запускался какой-то вот этот пресейл фейерлонча Боба Опа, была такая, типа, там собачка какая-то, там за сутки, по-моему, накидали что-то 35 миллионов долларов в Твиттере просто чуваку саланами на кошелек, просто вот так. Проходит, типа, там, три дня или там четыре. Он говорит, ребята, спасибо, я купил дом на Баверли-Хиллз, теперь Боба Опа живет здесь. Я не знаю, если мы найдем твиттер Твиттере, я серьезно, и, типа, все такие, ну, окей, типа, как бы, ну. И для них это нормально, потому что, типа, они в целом, ну, как бы, любят казино. Представь, что было бы это в России, если бы чувак бы так открыто сказал, типа, ребят, спасибо, что скинули денег, я купил там хату себе на Рублевке, там, или в Барвисе, я не знаю, где-нибудь. Там, эту хату сошли бы сразу же, нашли бы там, поэтому это совершенно по-другому все происходит. И, опять же, капиталы разные, суммы разные. Также там, да, Book of Meme, который был, тоже на преселе, они собрали там что денег за три дня дошли до капа в миллиарды на листинг и на бинансе. Хотелось бы желать всем нашим фаундерам MemeCoin'ам, да, таких же результатов, долетать до Binance за три дня. Какие стратегии поддержки проектов вы сейчас придерживаетесь, кроме вот этих вот запуска NudeCoin'ов? Я понимаю, что запуск NudeCoin'ов вы особо, типа, как-то не фондируете, не поддерживаете. NudeCoin'ов-то между кликеров? Я имею в виду, типа, проектов экосистемы. То есть, есть там, допустим, недавно вот есть StormTrade, который, насколько я знаю, выиграл то ли Open League, то ли занял какой-то... Хакатон до этого. Хакатон. Но они, правда, выиграли год назад. Вот, да, это важно понимать. У нас был подкаст вот здесь вот, или здесь будет ссылка, посмотрите. Какие стратегии по развитию именно проектов сейчас помимо Хакатона, или же есть какие-то условные лидеры, которых вы уже поддерживаете? То есть тут, наверное, как бы вот есть вот эта история с Open League'ой, да, в целом вот это KPI Competition за гранты, смотрим сейчас активно именно DeFi-сектор. То есть вот GameFi, он, все, там уже есть Product Market Fit, все как бы летит, все там почти деньги зарабатывают, все сложилось. Мы единственное, там, хотим еще добавить, чтобы у разработчиков была эффективная рекламная монетизация, да, потому что некоторые могут, допустим, зарабатывать на старте не с Unchained, а в том числе с помощью рекламы. Там как бы своя жизнь, все здорово, все сложилось. Сейчас у нас мы активно смотрим на DeFi, то есть появилась там примитивная, ну, то есть, понятно, там, инфраструктура, вот первый лейер такой выстроен, появилась там стейблкоин, появилась ликвидность, и мы сейчас активно поддержим проекты, которые могут предоставить какие-то выгодные условия для пользователей. Для этого, да, у нас там грантовая программа, активно поддерживаем, плюс мы выдаем, особенно если там приходят из другого чейна, если у него хороший как бы проект Attraction, то есть у нас там вообще там несколько разных тиров, как бы зависит от того, какого у тебя трек-рекорд, такой-то как бы грант может от нас получить. В рамках Open League еще хотим запускать новые лидерборды, то есть, например, мы хотим там отдельно сделать лидерборд для DeFi, то есть битва такой, или DeFi, competition, в зависимости от того, кто сколько приводит ликвидность. Очень много проектов приходит, все как бы случилось в момент, все поняли, в чем прикол, приходит много разработчиков, и все как бы спрашивают помощь, да, что и как. И здесь мы пытаемся только выстроить процесс, убрать субъективность и сказать, ребята, вот смотрите, да вот, вот как бы есть лига, вот есть лидерборды, показывать результаты и получать награды на основе как бы вашего... Чтобы не было просто, типа, условного попрошайничества, типа, что дайте, типа, денег и фондирование. Ты можешь получить, как бы, грант небольшой на то, чтобы сделать MVP и, как бы, и начать там перформить, но в целом, как бы, вся большая, как бы, поддержка, она уже строится на основе твоего, как бы, вклада, на основе твоих метрик и так далее. И это очень прикольно, потому что, с одной стороны, это позволяет нам работать с большим количеством проектов, то есть, потому что раньше было, ты, как бы, каждый проект один раз смотришь, думаешь, его бизнес-модель, она сколько летит, не взлетит, это они еще, там, как бы, запрашивают какие-то большие суммы, большую поддержку и так далее. Это очень сложно, очень медленно. А здесь, как бы, благодаря вот такому подходу с лигой, открытым соревнованием, ты, ну, говоришь, ну, окей, показывать метрики и получать награды. Все, мы договорились, что вот за такой-то, как бы, объем, ну, типа, топ-10 получать вот такую-то, как бы, такую-то сумму. То есть, у нас сейчас вот в Open League, она делится на сезоны, сейчас сезон длится две недели. И в рамках одной, вот, одного сезона мы сейчас определяем один миллион долларов среди проектов. За две недели. Да, за две недели. Это очень прикольно, я мотивирую тебя по разработчику. Когда срезка все-таки изучили код и начали писать и билдить проекты на Тони. Кстати говоря, все ссылки нужные, которые понадобятся, мы у Антона запросим, оставим в описании. Поэтому, если вы талантливый разработчик, продукт или маркетолог, или просто любитель найти связочку, допустим, залить ликвидити-пул, я думаю, что ребята будут только вам очень рады. В рамках этой истории. При этом мы говорим про XenSupport еще в рамках, как мы поддерживаем проекты. Это в рамках маркетинга, в рамках какой-то консультации, вот это все. С двух сторон мы работаем. С одной стороны, у нас есть там фреймворк поддержки проектов, вот мы как раз поделимся гайдом на него, то есть мы можем посмотреть, как получить маркетинговую поддержку, как получить какой-то фидбэк и так далее. Мы еще, у нас есть хабы в разных странах, в разных городах, где можно сконцентрировать проекты из этих стран, лидеры мнений и все тому подобное. И в том числе можно пообщаться там, с ребятами, обстучать идею об других людей, об другие проекты, или сделать какую-то коллаборацию совместную. Это еще одна такая история, в рамках Toon Society. Вот мы делаем вот эти хабы. Заходите на сайт Toon Society, смотрите, какие хабы. Есть ли ваш хаб уже в вашей стране, в вашем городе? Подключайтесь, и там большое пространство, где можно пообщаться. Важная ремарочка для тех, кто не знает, что такое Toon Society. Я думаю, что нужно объяснить. У нас в рамках Toon X-системы есть такая платформа, которая называется Toon Society, Toon сообщество. Это по факту сообщество контрибьюторов, сообщество активистов, которые собираются вместе, организовывают какие-то митапы, и в том числе и конференции. Вот как раз таки буткэм, который у нас есть здесь сегодня, и который проходит в разных городах, это все организовано силами социей. Такое самоорганизованное сообщество. Вот там проекты могут получить какой-то фидбэк, пообщаться, найти единомышленников, найти команду. То есть это все там есть. Там же можно получить фидбэк от ребят, которые прям разбираются в вашем сети в GameFi, DeFi и так далее. И у нас есть, соответственно, отдельный сайт, society.toon.org, где как раз таки можно найти список мероприятий, список хабов, еще какие-то конкурсы, там ребята проводят конкурсы для разработчиков. Это такой отдельный, отдельный мир, который помогает анбордиться к системе. За какими проектами сейчас активно следит ТС и ТФ? И есть ли какой-то вообще лидер, лидеры ваших предпочтений, скажем так, условно, там есть Bloom, есть StormTrade, и, возможно, есть еще какой-то список активных проектов, на которые вы обращаете внимание, которые, возможно, вы уже поддерживаете, либо на которых следует обратить внимание аудитории. Эндорсмент сейчас начнется. Чуть-чуть. Ну, не эндорсмент, я вообще сейчас расскажу, зачем мы следим и по каким принципам. Произошла сейчас немножко такая инфляция аудитории, типа объемов. То есть мы, наверное, следим за всем, что если тебе больше одного миллиона, ты, скорее всего, на наших радарах с точки зрения аудитории. Либо если у тебя хорошие показатели с точки зрения TVL и так далее, то есть мы про тебя знаем, мы смотрим, чаще всего мы общаемся уже. Либо мы там сами выходим, либо разработчики на нас выходят, но какое-то общение есть. Я, наверное, могу пройтись просто по направлениям, то есть рассказать о том, что точно сейчас на слуху комьюнити и зачем интересно следить. Наверное, GameFi, Catizen, Pixels, проекты интересные, интересные. Ну, понятно, как бы есть там Notcoin, Bloom, Hamster Combat и другие ребята. На самом деле, тут вообще такой лайфхак. Как посмотреть вообще, что хорошо перформит на Тоне и зачем как бы интересно следить. Зайдите на сайт Тонорга, откройте раздел Open League, там есть лидер-борд проектов по аудитории, по количеству транзакций и вы увидите, можете сразу смотреть на самый топ. По факту это типа MarketCap, типа CoinGecko, CoinMarketCap, только в рамках проектов, которые можно с инфу посмотреть. Да, да, с точки зрения аудитории, с точки зрения как бы DeFi, с точки зрения там всего вот этого. То есть можно там посмотреть. Это Tone.org. Tone.org и там вот раздел Open League. То есть это, с одной стороны, соревнования для проектов, соревнуюсь по метрике, а с другой стороны, это очень хорошая информативная история для юзеров. То есть они как бы понимают, окей, а какой токен там лучше всего перформит и почему она перформит, а какие там приложения там лучше всего. Вот это как бы примерно про DeFi. Я бы, наверное, сказал, что понятно, у нас есть там хорошие DeX, там StoneFi, The Dust. Еще много сейчас на самом деле DeX готовится. Действительно, там к концу года у нас там будет несколько агрегаторов, несколько там DeX. StromTrade. У нас есть лендинг протоколов Evo и несколько еще лендинг протоколов готовятся. Но на самом деле проектов так много. Вот реально... Уже не вспомнишь. Да, уже не вспомнишь. Вот мне нравится, что вспоминаю такой флешбек, где мы были там три года назад, когда ты ездил первый раз на конференции в Дубае, еще куда-нибудь, знакомишься с аудиторией, особенно которая не русскоязычная. И ты говорил, вот я в Тоне работаю. Они говорят, в Троне? Типа, что там в Троне? Мы, ну, типа, да, мы знаем Трон. Я говорю, да нет, Тон. Да нет, Тон. И как бы начинаешь там рассказывать, а что такое Тон? Просто и сейчас уже все знают, много проектов сейчас строится, большая там карта. Ну, типа, прям с каждым днем появляется все больше и больше и больше. Разница, как бы, да, разница. И поэтому я уже могу там не все помнить. Что стало катализатором? Типа, вот, что такое произошло, типа, что вот раз и все полетело? Потому что по факту, типа, еще полгода назад глобально, типа, ну, не было такого хайпа. То есть, да, там что-то зарождалось. Потом, типа, у вас зашла Pantera Capital. Насколько, если я не ошибаюсь, по-моему, Pantera Capital. Зашла ликвидность, уже палка наверх сразу. Как только сразу палка наверх, все такие, опа, что-то интересно. И вот, что стало катализатором, кроме вот инвестинга Pantera? Новость об этом вышла относительно недавно. То есть, она буквально там, наверное, несколько недель назад. То есть, на самом деле, вот, катализатор, это начало меняться, наверное, с декабря прошлого года. Наверное, можно даже сказать, что, даже это забавно, инскрипшнс в каком-то виде. Если вспомнить, там был как бы хайп, инскрипшнс на разных блокчейнах. На Тони, это значит, был Тон 20. Чуть-чуть надо пояснить, что такое инскрипшнс. Инскрипшнс, это, если коротко, я попробую своими словами объяснить, это достаточно просто. Если коротко, это такой подход, с помощью которого можно распределять ассеты, не которые выпущены полностью, ну, не с помощью там ERC-20 токенов, не с помощью жетонов, а с помощью комментариев к транзакциям. То есть, условно, что происходит? У тебя есть там этап минтинга, майнинга точнее. Тебе нужно отправлять транзакцию своего кошелька, я вставляю в транзакцию в комментарий специальный JSON, в котором ты там указываешь. Я понял. Это же, ну, типа, по факту, даже если я там захожу оплатить куда-то, у меня выпускается, типа, вот этот инвойс, и я нажимаю кнопку, а там комментарий, типа, коммент, решетка, 1, 5, 8, 7, например. Да, это как бы мой принцип этого, конечно, но они как бы в том, в чем история. То есть, запускается лонч какого-то тикера, не знаю, нано, у нас там достаточно популярный тикер был нано. Чтобы тебе получить нано, тебе нужно было отправить транзакцию на специальный адрес с специальным комментарием, где-то написано, сколько ты там хочешь заменить. И это был такой proof-of-work на основе транзакции, то есть, чем больше ты транзакции отправил, тем больше ты замайнил. Причем, как бы, прикольно с клипшинс, что у тебя информация про supply или про то, кто сколько владеет, она хранится не on-chain, а тебе нужно иметь специальный индексатор, который тебе проиндексирует все транзакции, которые были связаны с этим, и скажет, у кого сколько там токенов, ассетов там хранится. Такой, как бы, интересный момент, как можно запустить токены, ассеты. И это, как бы, просто по всем членам прошлось. Началось там с биткоина, биткоин там, что-то у них там посетили сначала банить, вот это все. А, ну, BRC-20 же. Да-да-да. Ordinals BRC-20. Да-да-да, вот про это история. В декабре это случилось на Тони, причем это запустить ребята, как бы, из азиатского комьюнити, очень в том числе много пришло ребят, как бы, новой аудитории из Азии, и все, и там начался, как бы, такой жесткий всплеск по количеству транзакций, то есть, мне вообще кажется, в тот момент мы были номер один там по количеству транзакций вообще в целом, среди, как бы, разных чейнов. Вот тут хочется задать вопрос, не лег ли блокчейн? Тут вообще интересная ситуация произошла, Тони изначально дизайнился командой Телеграма, чтобы заинборить, там, миллиарды пользователей в App3, да, то есть, потому что, как бы, у Телеграма большая аудитория, они сразу думали, а как это сделать технически, чтобы мы там не упали, и все это нормально работало. Поэтому, как бы, вот Тони есть там своя архитектура, у нас там есть шардирование, где автоматически в случае нагрузки у тебя начинается, блокчейн начинает шардироваться, ну, то есть, он разделяется на части, чтобы можно было каждой части обрабатывать там свой список транзакций. И до этого мы жили там, нормальная ситуация была, когда в Тоне две-три транзакции в секунду. Не то, что много. Да, не то, что много. Благодаря инскрипшнс, вот этот Тон-20, значит, у нас произошло там, 300 транзакций в секунду, 200 транзакций, ну, типа, это супер большой рост. Механик, который был заложен, чаще всего, как бы, какие-то кошельки, проекты, они работают с блокчейном с помощью API-провайдеров, либо там, лайт-серверов, с помощью которых они общаются с проектом. Блокчейн-то был готов, а API-провайдеры, ну, никто не был готов к такой нагрузке, никто не ждал, потому что вот API-провайдеры занимаются тем, что они индексируют блокчейн, индексируют все транзакции, в каком-то индексированном виде там отдают. То есть, по факту, лагает не блокчейн, а лагает агпишка. Там все в комплексе произошло, начали, были не готовы к такой нагрузке, потом API-провайдеры используют кошельки. Кошельки были не готовы, потому что там к тебе пришло большое количество нового аудитории, майнеры там с... Как-то обычно происходило, как бы, майнинг. Люди писали скрипты, которые запускают кошельки в браузере и отправляют транзакции. Потому что чем больше транзакций ты отправил, тем больше ты замайнил. Я как бы еще кошельки начали, типа, страдать, потому что большая, как бы, нагрузка на них пошла с помощью этих скриптов. А потом, с чем мы еще столкнулись? В то незаложенность механика дети наказывают валидаторы за то, что они недостаточно, как бы, быстро обрабатывают транзакции. И там, как бы, сейчас в тот момент были, как бы, довольно-таки смешные, как бы, штрафы за то, что ты это не делаешь. Ну, потому что мы не сталкивались с такой проблемой. Вроде бы, даже на самых слабых, мы считаем, все работало. И мы поняли, что, как бы, там на валидаторах, как бы, возникла проблема, что у кого-то были там слабые машины, а скорость, как бы, условно, работы блокчейна, она определялась, типа, самой слабой, там, условно, нодой, которая была. А потому что она не наказывалась, ну, как бы, валидатор, как бы, особо и не парился на этот счет. Это, как бы, еще одна часть, которая случилась, да, нужно было обновлять срочно, мы просили валидатора срочно обновить, как бы, железо, повысить это мощности и так далее. Часть мы поправили, оно, как бы, рассосалось, и все работало. Но потом, как бы, началась, как бы, следующая история. То есть то, что, как бы, произошло с инскрипшнс, она была... По подготовительному этапу. По подготовительному этапу. Потому что потом, как бы, вот если посмотреть, там, на наших, там, график роста, там, количество транзакций, для нас уже, как бы, норма, вот эти 300-400 транзакций, ну, типа, норм в секунду. Ну, типа, окей. Типа, сейчас мы уже, как бы, вообще файн. И у нас еще было в рамках, был поставлен, там, мировой рекорд, там, Гиннес, с точки зрения, там, перформанс сети и так далее. Но это был отдельный стенд, на котором, как бы, тестировались, там, транзакции. И в рамках этого поняли, как затюнить блокчейн, чтобы он, там, еще быстрее работал и так далее, там, был менее требовательный по железу. И сейчас вот все эти, как бы, части, они выкатываются в уже блокчейн, он обновляется и так далее. Вот, уже случился, там, и этот Innotcoin, там, очень много, там, как бы, разных кликеров было запущено, очень разных механиков. Уже, а, все нормально, все живут, все, как бы, уже все готовы. Но в целом, я жду, что вот этот процесс, как бы, скейлинга блокчейна, скейлинга инфраструктуры, он еще будет долго с нами. Здесь, например, проект уже, как бы, 60 миллионов аудитории, вот ее, как бы, ончейн за анборде, это будет прям отдельно, как бы, всем испытание. Но хорошая новость, как бы, блокчейн, как бы, готов, как бы, вот, шардирование работает, все здорово. А основная, как бы, проблема, на которой мы паримся, это, типа, скейлинг инфраструктуру, чтобы они были готовы, и DEX, и API-провайдеры, вот, на них, как бы, больше всего, с проблемой там сталкиваются. Но это, как бы, nice to have, как бы, проблема, рост, так что над этим мы работаем. Сейчас валидатором можно стать? И как это работает вообще? Поставить, и она будет работать на, как бы, каком-то персональном компьютере, условно говоря, либо сервере. Да, ну, просто в один клик-то она, на самом деле, поднимается. Но есть это требования. Достаточно, как бы, жесткие. С одной стороны, у тебя нужно иметь очень производительный сервер. Наверное, хэдс, на ревер, это стоит порядка 350 долларов в месяц. Если какое-то другое, как бы, решение, ну, другое, как бы, дата-центр, там где-то, может быть, тысячу долларов в месяц стоит. То есть, нужно довольно хороший, там, с точки зрения железа, перформанс сервер. Второе, это тебе нужно иметь сейчас, мне кажется, чуть больше 300 тысяч тоннов. 300 тысяч тоннов? Да, да, чтобы участвовать в валидации и, как бы, в этом proof-of-stake. У тебя валидатор, он участвует в двух раундах, там, четный и нечетный. И если ты хочешь в двух раундах участвовать, тебе нужно на каждом пуле, чтобы у тебя было 300 тысяч. То есть, в идеале, если ты хочешь прям максимум получать, нужно там 600 с чем-то тонн, тысяч. То есть, нет такого, да, по факту, типа, условного ритейл, как майнинга, как было раньше на эфире на proof-of-work? У нас есть liquid-staking. Понятно, что это, типа, ритейл, это, типа, супербольшой, как бы, порог, сложно пойти. Но при этом, как бы, ритейл может участвовать во всей этой истории с помощью liquid-staking. Могу, как бы, коротко так рассказать, как бы, как это примерно работает. То есть, по факту, есть пул валидаторов, и у этого пул валидатора нет, условно, там, собственных средств. И он эти средства берет, как бы, с ритейла, то есть, люди, несколько людей могут там скинуться, а взамен эти пользователи получают специальный токен, staked-tone. У нас там несколько, там, liquid-staking'ов есть в экосистеме. И все. И, соответственно, там минимальный вход, не знаю, несколько тонов, наверное, так. За счет этого, как бы, люди могут объединяться, получать доходность. Да, это чуть меньше доходности, чем если бы ты свой валидатор поднял. Может быть, там, 1%, типа, меньше. Но, в целом, это супер, как бы, удобно. Самая главная проблема, там, классического валидатора, да, staking'а, что тебе нужно, чтобы вынуть средства, тебе нужно подождать конец цикла валидации. А так как вот тут у тебя даются, то, что ты, как бы, положу туда тоны, и тебе дается в ответ staked-tone, то есть ты в любой момент можешь и обменять на бирже, на тоны обратно. Ну, и плюс там на уровне самопротоколу еще поддерживается, что есть такой fast. Ну, у liquid-staking'а, чаще всего, есть какой-то резерв, и ты можешь с помощью него, как бы, довольно быстро вынуть средства и использовать там тоны в какой-то своей, какой-то истории. Суперудобно. Вот это решение для ритейла, как они могут участвовать, довольно хорошо эта история растет, в том числе на тоне. Круто. И круто, что мы это сейчас раскрыли. У меня есть такой небольшой подготовленный вопрос из комментариев под прошлым выпуском «Соленый». На самом деле, на большую часть из них мы уже ответили, но вот есть один из комментариев. Как получить саппорт от команды Тона? Как получить помощь в продвижении приложения на Тон? Или получить финансирование на продвижение продукта? Или, условно, куда писать? По факту, это и есть как бы Bootcamp, Hackathon и Open League. Но вот давай немножко, опять же, раскроем, как все-таки людям находить, приходить и участвовать. Я думаю, что мы вообще поделимся ссылкой на наш гайд специально для разработчиков. Там раскрыто, как мы помогаем из точки зрения аудитов, листинга, маркетинга, финансов и так далее. То есть, на самом деле, просто очень много разных программ. Не все разработчики про это знают, не понимают, что и как. То есть, мы любим работать с проектами, которые уже есть какой-то трекшн. То есть, реально, уже что-то получилось, что-то сделали. Потому что часто еще приходят разработчики на этапе идеи. К сожалению, нас просто не хватает на всех, чтобы дать всем фидбэк и пообщаться и так далее. Желательно приходить, когда уже вот что-то построили на тоне, что-то интересное. И тогда нам сильно проще начать какую-то коммуникацию. Более того, в ближайшее время мы запустим, так скажем, кистенный портал внутри Тона, где у тебя, условно, будет кабинет разработчика. Ты там регистрируешься, говоришь про свою команду. И сразу у тебя там, у тебя есть возможность будет забукать звонок с команды о том фондейшн и получить какой-то фидбэк. Ты там можешь ввести там данные своего смарт-контракта и получить аналитику ончейн, да, что и как. И мы, соответственно, тоже видим, и мы прямо, о, окей, ты сейчас типа растешь, давай мы как бы с тобой прям выделенно пообщаемся. Потому что мы тут, наверное, была ситуация, проект растет, а мы даже не знаем, кто это, что это, и как бы как там происходит, нам нужно как-то связаться с разработчиком. Через эту штуку вот к стены портала можно будет это все делать. Такой есть небольшой совет для разработчиков. Я часто сталкиваюсь с тем, что разработчики считают, что первым шагом, чтобы что-то сделать на тоне, нужно пообщаться с Тон Фондейшн. Я не знаю, почему, но вот так происходит. Ну, как бы люди хотят пообщаться. Это как бы становится хорошо, а с другой стороны, когда как бы ты начинаешь прям масштабироваться с точки зрения, ну, много проектов, то есть мы могли это себе позволить там год назад, два года назад. Сейчас это просто Unreal. Не хотим как бы делать Фондейшн на тысячу человек. То есть мы как бы стараемся оставаться такой маленькой командой. А сколько у нас сейчас в команде? Наверное, сейчас... Именно в самом Фондейшне, наверное, человек 30-20, где-то такое, да. То есть у нас есть что-то в Society, типа отдельная история. Это ребят, которые как бы на местах занимаются. Есть там еще Core Команда. Это там... Условный F-Level. Не, ну Core Команда, я имею в виду это ребят, которые не встанавливаются на блокчейн, где там, да. Там как бы, наверное, 10 с чем-то человек. Мы, то есть, стараемся вот держать именно операционную команду Фондейшн довольно-таки маленькой. И поэтому у нас просто не хватает времени со всеми пообщаться. Но, да, просто хочу всех предостеречь. Вот не надо, типа, делать, общаться с другими разработчиками, коллаборировать. Вот Фондейшн, гораздо как бы лучше к нему заходить, когда вот уже есть хорошие как бы метрики, все пошло, и Фондейшн вам поможет отмасштабироваться дальше. Потому что у многих останавливают это. Пока я пообщаюсь, не буду делать. С другой стороны, как бы есть такой как бы практики придерживаться. Вот реально, вот сейчас окно возможностей, большое внимание к тону. Не так много проектов. То есть реально, вот надо сейчас делать, и чтобы вот стать, взять эту часть пирога, старайтесь, в общем-то, как можно быстрее сделать свой MVP, что-то сделать на тоне. Пока вы ждете, пока вы сами пообщаетесь. Уже многие другие проекты придут. Да, которые решили не общаться, а просто взять и сделать. Да. Ну, такой как бы не машина пустая на этот счет. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Увидимся в следующем выпуске. Подожди, не выключай подкаст. Раз уж ты досмотрел его до конца, то тебе точно стоит подписаться на мой личный телеграм-канал. Это как минимум. А также, я хочу тебе напомнить, что в описании ты можешь найти ссылки на наш бизнес-клуб хедлайнеры, сообщество трейдеров, в котором, кстати, уже больше трех тысяч человек, а также заполнить заявку на участие в подкасте. Ну, а если этого мало, то мы добавили отдельную форму, где ты можешь предложить нам своего гостя. Все ссылки в описании. Продолжение следует...